Всем привет! Сегодня прошла жеребьевка Лиги Чемпионов группового раунда. Хочу разделить этот выпуск сразу на две части. В первой расскажу и поясню, как команды и почему попали в какую корзину перед жеребьевкой. Это важно! Но во второй части речь пойдет уже про саму жеребьевку. Вот все наши 32 команды, которые будут участвовать в Лиге Чемпионов. У каждой свой рейтинг. Вот я под каждым клубом его написал. Нам он еще пригодится. Можете поставить на паузу и самостоятельно изучить. Скажу, что самый высокий рейтинг у Реала, самый низкий у Айка. Итак, было сформировано перед жеребьевкой 4 корзины. В первую корзину, она особая, попадают чемпионы первых 6 стран, согласно рейтинга УЕФА. Что это за страны? Испания, чемпион Барса. Англия, чемпион Манчестер Сити. Германия, чемпион Бавария. Италия, Ювентус тут чемпионствует. Франция, БСЖ. Россия, чемпион Локомотив. Вот все эти 6 стран и их 6 чемпионов. Но попаданию в первую корзину они обязаны вовсе не своему рейтингу, а обязаны своей стране, коэффициенту своей страны. Вот эти коэффициенты УЕФА. Еще в первую корзину попадает чемпион Лиги Европы. Это Атлетика. И чемпион Лиги Чемпионов. Вот так я выразился. Наверное, Реал так еще никто не называл. Итого, в первой корзине сформировано 8 команд. И они в группе между собой уже не встретятся. В следующих корзинах тоже будет по 8 команд. И они уже попадают туда согласно своего собственного рейтинга, который они нарабатывали сами за последние 5 лет. Вот как это получается. Вторая корзина. Боруссия, Доркмунд, Порту, Манчестер Юнайтед, Шахтер, Бенфика, Наполи, Тутенхэм и Рома. Третья корзина. Ливерпуль, Шальке, Монако, Леон, Аякс, ЦСКА, ПСВ и Валенсия. И последняя корзина. Тут команды с наименьшим рейтингом. Виктория, Брюги, Галатасарай, Янгбойс, Интер, Хофенхайм, Цервина Звезда и Айк. И вот в качестве примера разберем, как формируются группы. Их всего будет 8, в каждой по 4 клуба. Скажу сразу, что команды из одной страны в одну группу попасть никак не могут. Это правило. Допустим, из первой корзины вытянут шар с надписью ПСЖ. Из второй корзины – Порту. Из третьей – Шальке. И из четвертой, предположим, Интер. Вот такая получится веселая группа. Но это только пример, чтобы вы понимали, как происходит жеребьевка. Ну а теперь вторая часть нашего выпуска – результаты жеребьевки. Итак, в первой группе сыграют Атлетика Испания, Боруссия, Дортмунд, Германия, Монако, Франция, Брюге, Бельгия. Получается, что Атлетика попала сюда из первой корзины Боруссия, из второй – Монако, из третьей – и из последней четвертой прислали сюда Брюге. Группа B – Барса, Испания, Доттенхэм, Англия, ПСВ, Нидерланды и Интер, Италия. Одна из самых, пожалуй, сложных групп. Лионель Месси перед жеребьевкой пообещал, что сделает вместе с партнерами все возможное, чтобы вернуть трофей на Камп Ноу. Что вы скажете про это? Тем более, уже известно, с кем сыграет Барса. Группа C – ПСЖ, Франция, Наполи, Италия, Ливерпуль, Англия, Цервена, Звезда, Сербия. То есть, как мы видим, Карл Анчелотис в своем Наполе сыграет со своим бывшим клубом ПСЖ. Тоже группа интересная. Группа D – Локомотив, Россия. Сюда попали также Порту, Португалия. Пожалуй, это лучше, чем Рома, Эмью или Боруссия, Дортмунд из второй корзины. Далее – Шальки, Германия и Галатасарай, Турция. Как турецкие представители были рады, что попали именно в эту группу? В принципе, понять их можно, ведь группа без грандов. Но вот следующую группу я выделю, пожалуй, для Баварии легкую. Группа E. Здесь сыграет, собственно, Бавария, Германия, Бенфика, Португалия, Аякс, Нидерланды и Ай-Греция. Три последних команды пробивались в Лигу Чемпионов через квалификацию. Группа F. Манчестер Сити – Англия, Шахтер – Украина, Лион – Франция, Хофенхайм – Германия. Второй год в подряд Манчестер Сити и Шахтер попадают в одну группу в Лиге Чемпионов. В прошлом году датчане выиграли в одной игре и уступили во второй. Группа G. Реал Испания, Рома Италия, ЦСКА Россия, Виктория Чехия. Сложно будет ЦСКА здесь, но третье место вполне можно получить. И группа H. Пожалуй, тоже сложная группа. Тут сыграют Ювентус – Италия, Манчестер Юнайтед – Англия, Валенсия – Испания, Янгбойс – Швейцария. Первые два клуба, занявшие первое и второе место по итогам турнира, выходят в одну восьмую. Третья команда идет в Лигу Европы в одну шестнадцатую, а последняя прекращает выступление. Первый тур пройдет в традиционные дни – вторник и среду, 18 и 19 сентября. Нужно и можно сказать вот еще что. Лучшим вратарем прошлого сезона признали голкипера Реала Кейлора Наваса. Лучшим защитником стал Серхио Рамос, тоже Реал. Лучшим полузащитником признали игрока Реала Модрича. Роналду, который в прошлом сезоне выступал за Реал, лучший форвард прошлого сезона. Да, и его гол Ювентусу тоже стал лучшим. Оцените это видео, если оно вам понравилось, поставьте лайк. Услышимся на Лиге Европы!